Великолепно Ну что же, собственно, в предыдущей серии мы с вами заполучили поддержку друида, способного влиять на погоду, а также сварили очень качественный спирт. Теперь самое время возвращаться обратно к Гремисту и обучиться в нем чему-нибудь новому, а также провести с ним какой-то там магический ритуал. Давайте совершим, пожалуй, быстрое перемещение, так будет явно гораздо быстрее, нежели мы будем скакать по этим горам самостоятельно и посмотрим, куда нам нужно. Ну, опять-таки, кладбище китов, наверное, наша цель. Надеюсь, в этот раз-то не будет этих жестких утопцев, которые были в предыдущих сериях, помните, в одной из. Это было довольно жестко. Так, ну что-то какая-то тварь есть там. Да, есть они тут как тут. Один, как минимум. Ну, один-то это, в принципе, вообще не проблема. Ни разу. Ну, лучший, родной. Так, прекрасно. Платва. Каня. Пол царства за коня. Ну, пошла. И ну, пошла. Поскакали. Поскакали, родная моя, давай. Нас с тобой ждут очень великие и интересные друзья. Пацаны все еще болтают там про китовые останки, но, собственно, их право. Не будем им, пожалуй, мешать и просто проскачем далее. Давай, моя хорошая. Вот так-то лучше. О, опять-то мордой в пол скачешь, а, землеройка. Долбанная. Боже мой, ты посмотри на нее. Что творит эта лошадь? Что же она творит? Мы тем временем поскакали, кстати говоря. Ох, вот тебе и ох. Так, меч, пожалуй, стоит убрать. Защехлить. Тук-тук. Есть дома кто? Кажись, есть. Я сделал все, чем ты просил. И показал себя молодцом, парень. Ну что, Фрисев, начнем? Чем быстрее, тем лучше. У нас впереди тяжелая ночь. В этом ритуале могут принять участие только члены внутреннего круга. А потому, дорогой мой ученик, тебе придется подождать снаружи. И ни под каким видом не заглядывай внутрь. А с утра начнем обучение. А может объяснишь, наконец, в чем дело? Ты скажешь, наконец, в чем дело с этим ритуалом? Да что ж ты такой зануда? Скажу только, что это... Проблема крайне жгучая. Ну а теперь ты ж во двор. Ну ладно. Крайне жгучая. Задание дополнено. Упражнение высшей алхимии. Подождать до завтра. Ну давайте помедитируем тогда. Заодно восстановим все наши зелья. Собственно, почему бы и нет. Так, давайте, наверное, вот как-нибудь так сначала, а потом до утра. Так, хорошо. А теперь, пожалуй, до девяти утра. Я думаю, что времени должно хватить вполне. Целые сутки, по сути. Отлично. Поговорить с Гремистом о награде. Вот это я понимаю. Вот это разговор. Отличный ритуал. Наконец, хоть что-нибудь, кроме этих сучьих эликсиров и трансмутаций. Я вижу, ритуал еще продолжается. Геральд, говорил же я тебе же, что только друиды внутреннего круга. Круга-сруга. Парень и так набегался. Ты б его в угол еще поставил. Ну хорошо. Геральд, налей себе. И начнем обучение. Вот это я понимаю. Но обучение за бутылкой, это я люблю. Обучение за бутылкой, это я люблю. Да, да. Это я называю активизационно-ассимилитивным методом. Сначала ты активизируешься, а потом ассимилируешь. Ну ты садись, садись. Ну, надеюсь, ты знаешь, что делать. Сосвоение токсинов. Тут, понимаешь, практика лучший учитель. Ого. В таком случае у меня уже есть кое-какой опыт. Тем лучше. Ты освоишь мои секретные методы. Смотри. Берешь эликсир и буль. Мда. Старость, не радость. Немного позже. Новый предмет серо. Х5. Алкогест. Отлично. И волокна хана. Да, шатает, конечно, жестко. А также селитра пять штук. И задание дополнено. Упражнение высшей алхимии. Задание выполнено. Упражнение высшей алхимии. Да, но упражнялись на славу. Ну да, полтаем теперь с ним. Я научил тебя всему, что умею. Чего еще ты хочешь? Может, что-то у тебя на продажу имеется интересного? Тебе есть что-нибудь на продажу? Есть. Но я беру дорого. Да, ничего страшного. У меня денег хоть в жопу ешь. Девать мне их некуда. Поэтому, собственно, давай-ка поглядим на твои рецептики. Да на прочие интересные интересности. Я думаю, что у него по-любому найдется что-нибудь, что нам нужно. Что нам может пригодиться. Эликсир очищения, например. Представляет приспорядить все потраченные очки. Умений. Тысяча в скобках шесть тысяч. Это как понимать. То есть он тысяча стоит или шесть тысяч? Все-таки. Хрен его знает. Ладно, давай посмотрим на камни. Вот камни вроде тоже хорошие какие-то есть. Смотри, большие, да? Большой рунный камень. Большой рунный камень. Да, слушай, здорово. Еще есть большой глиф. Вот это круто. Вот глиф я бы купил. Да, большой глиф Игни у тебя возьму. И что еще? Большой глиф Арды, быть может, или Аксия. Я даже не знаю. Или Квена. Давай Квена еще большой глиф. Гулять так гулять, в конце концов. Так, теперь посмотрим тут, что у нас с большими рунными камнями. Горение. В принципе, хороший камень. Почему бы не взять? Налинолин в топку не нужен. Знаки. Ну, может быть. Но все же не стоит. Тут доспех. Наверное, да. Наверное, интересно. Да, возьмем доспех. Хорошо. Все равно денег некуда девать. Отравление. Заморозка. Кровотечение. Да, возьмем большой. Ну, и в принципе, заморозку тоже, пожалуй. Да, наверное, хватит. Так. Вот это уже что-то интересное. Рецепт гидроген. Давай. 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 Давай и давай. Так, здорово. Что это? Малый рунный камень. А это малый дымный глиф. Так, улучшенное масло противограф. Покупаем. Улучшенное масло против вампиров. Покупаем. Улучшенное масло против трупоидов. Тоже, пожалуй, возьмем. Ох, блин, сколько у тебя тут всего прекрасного. Отличная картечь. Отличный санум. Отличная лунная пыль. Черная кровь. Белый мед. Гром отличный. Отличная неясыть. Отличное зелье Петри. Отличный лес Малибора. Отличная Иволга. Слушай, у него все рецепты отличные. Круто. Масло против эликтов улучшенное. Отличная пурга. Танцующая звезда. Отличная. Отличная дверемитовая бомба. И отличный сон дракона. По-моему, просто прекрасно, друзья. Ну что ж, давайте стра поглядим. Так, это у нас какие-то простые, да, рецепты рунных камней. Глифов мне это, в принципе, особо не нужно. Я думаю, что... Да. Хотя на большие глифы тоже есть рецепты. В принципе, неплохо. Ладно, фиг с ним. Давай посмотрим Трайл Химию. Что мы можем сразу сготовить. А что нам понадобится докупить у тебя. Зеленый мутаген, пожалуй, сделаем. Сразу же сготовим большой зеленый мутаген. Здорово, что за эти услуги он никаких денег не берет. То есть, что он делает бесплатно абсолютно. Красный мутаген. На большой красный денег не хватает. Ну, точнее, денег, а мутагенов не хватает. Так, синий мутаген. Большой синий могу сделать? Нет, не могу. Окей. Тогда смотрим дальше. Отличная даримитовая бомба. Упускает облако даримитовых осколков, которые блокируют магию и магические особенности чудовищ. После того, как облако рассеется, действие сохраняется еще ненадолго. Прекрасно. Забираем. Так, ну и, в принципе, из того, что мы тут имеем, по сути, больше мы ничего сделать-то и не можем. А нет, смотри-ка, улучшенное масло против вампиров. Забираем. Против гибридов. Просто великолепно. Против окров. Так, хорошо. Да, посмотрим, что нам не хватает в дальнейшем. Значит, желудок пещерного тролля вряд ли мы сможем его найти. Шишки хмеля и зеленая плесень. А здесь, в принципе, вот это можно, наверное, поискать. Медвежье сало, три. Одна алинария. Так, три медвежьих сала, одна алинария. Один желудок пещерного тролля. Одна шишка хмеля и одна зеленая плесень. Да, попробуем найти у тебя это в лавке твоей. Так, смотрим, смотрим. Зеленая плесень, алинария, желудок пещерного тролля. Блин, уже забыл, что там еще нужно было. Но, впрочем, и не важно. Так, дымный глиф. Винный камень. Геноцей. Вот, кажется, алинария, да? Да, отлично, нужна была одна. Покупаем. Шишка хмеля одна. Прекрасно. Так, лепестки и щемелица. Геноцей, по-моему, там была нужна, а еще нет. Я вот не помню уже, блин, как-то память дырявая. Это моментально волокна хана. У меня такие есть. Переступень. Ну, в любом случае, еще этого желудка я не вижу. Его, видимо, нужно реально убивать из тролля. Из самого, собственно, вороньего глаза. То есть, в количестве 16 штук аж целых. Так, а вот медвежа салона нужно было еще 3. Давай докупим. Денег у тебя, ёпперный театр. 14 тысяч. Нихрена мы тебе отдали бабла. Немеренно, конечно. Но что поделать? Да, в принципе, мне деньги все равно ни к чему, реально. То есть, по сути, я не жалею нисколько. Так, ладно, посмотрим теперь. Бомбы задания масла. Так, улучшено масло против труповедов. Отлично, можем сделать. Соответственно, против ликтов не получится, потому что не хватает нам ни медвежьего сала, ни этого дерьма, которого у него тоже я не видел, зеленая плесень, ни, собственно, желудка пещерного тролля. Ладно, да рассмотрим на отличные масла, какие мы можем изготовить, и что нам для этого нужно. Так, погнали. Собственно, альбедо. Хорошо. Здесь что нам не хватает? Волокобой и киноварь. Так, альбедо, волокобой, киноварь. Дальше, желудок Куралиска и Рубедо. Давай смотреть. Альбедо, Рубедо, киноварь. Всякая такая шляпа. Так, так. И желудок Куралиска. Переступень. Лепестки геноции, видный камень. Желудка Куралиска я, к сожалению, не вижу. Так, селитра. Ну, кстати, есть зеленая плесень. Давай салют ветра купим. Там она в двух крафтах нужна была. Так. Ну, собственно, ни альбедо, ни Рубедо, ни киноварь, ничего такого нету. Но, возможно, мы сможем это изготовить в алхимии непосредственно. Давай смотреть. Да, смотри-ка, альбедо, например. Белая чайка. И Амелла нужна. Так, киноварь. Белая чайка. И Переступень. Так, значит, белая чайка, Переступень. Для альбедо что нужно было? Еще Амелла. Амелла, белая чайка, Переступень. И смотрим дальше. Что там еще? Негредо, по-моему, да? Или Ребес, я уж не помню. Тоже белая чайка. Но здесь белые чайки у тебя продаются. Так. Поехали, смотрим. Белая чайка. Выглядит она как бутылочка с чем-то. Типа такой, только не совсем. Княжеская вода. Раствор ртутьев. Фосфор. Хм, малый рунный камень. Толченый жемчуг. Пятая эссенция. Лунные осколки. И оптимоматор. Белой чайки нету. К сожалению. Да то есть где-то Переступень. Вот он. Давай, в принципе, прикупим. Бабла просто немерено улетает в трубу прям. Жесть, как она есть. Так. Белая чайка. И что еще? Амелла, точно. Переступень нам нафиг не нужен был. Нам нужна была Амелла. Но в любом случае мы не можем сделать, потому что есть белые чайки. А может белую чайку можно заготовить? Да, посмотрим. Б. Большой зеленый мотаген. Большой синий мотаген. Нет, белую чайку я делать не умею. Жаль. Очень жаль. Так, ладно, смотрим тогда дальше. Альбеда нет. Рубеда нет. Рубеда опять требуется. Тоже, значит, соответственно, нет. Гидроген. Посмотрим сейчас. Живут кого-то такого все равно нету. Негреда. Так, Негреда и Гидроген смотрим пока, изучаем, да? Давай смотреть, что для них требуется. Надеюсь, белая чайка для них не нужна. Так, Негреда и Гидроген. Негреда. Белая чайка нужна. Вот дерьмо. Так, ладно. И Гидроген. Тоже белая чайка. Жаль. Хорошо, смотрим, трачу по бомбам. Последнее, что ей, собственно, в путь отправляемся. Мастерская картечь. Опять-таки, нужна Негреда. Отличная лунная пыль. Требуется улучшенная лунная пыль. Значит, забей. Так, здесь что нам не хватает? Фосфор 1, а 1 Негреда. Черт побери, а? Ну, собственно, все получается. По сути, больше мы ничего сделать, я так понимаю, не сможем. Один фосфор, один эфир. Хотя, может быть, эфир сможем найти. Сейчас посмотрим. Так, тоже переступень нужен. Корень душистого перца. И опять-таки, эфир. А это что? Фосфор, да? Да, фосфор. Значит, фосфор, переступень, корень душистого перца, эфир. А здесь что требуется? Ребез. Ребез мы сделать не сможем пока что. Так, ладно, смотрим тогда по-быстрому. Последний раз у него все эти вещи. Фосфор точно у него был. И корень душистого перца тоже, по-моему, видел. Да, вот он. Давай купим все три сразу. Наверное. И, собственно, скупим весь фосфор. Пятая эссенция. Лунные осколки. Так, фосфор-то где-то у тебя тут был, по-моему. Вот он, да, наверное. Да, ну давай штуки три возьмем. Я думаю, что нам хватит с лихвой. Теперь нам нужен был еще эфир, по-моему, да? Это такой синий порошок. Он тоже не есть, значит, тоже он еще что-то крафтится. Ладно, тогда хрен с ним. Тогда давайте продадим то, что у нас реально дофига. И то, что нам, собственно, не нужно. Вот, например, водная эссенция. Три штуки нам точно ни к чему. Оставим себе, наверное, пожалуй, штучек шесть. Остальное впарим. Кокоть альгули тоже можно впарить десять. Потихонечку надо обратно свои деньги отбивать. А то мы очень так неслабо потратились. Так, серы, пожалуй, оставим себе. Десяточек-десяточек продадим. Краснодарский спирт практически весь забирай. Он довольно популярен тут в округе. Пустые бутылки, в принципе, тоже две себе оставлю. Остальное бери. Так, языки утопца тоже биваются легко, поэтому оставим себе пять штук. Остальное продадим. Смотрим, что еще можем ему впарить. Куча разных мутагенов. Прям немереное количество. Так, пятая эссенция. Вот, сорок три штуки. Чего это такое? Эссенция призрака. Прекрасно. Вот тогда оставим себе опять-таки пятерик. Эссенция элементария. Тоже, пожалуй, пятерочки хватит. Кристаллизированная эссенция. Так, прекрасно. Пару тысяч у него отторговали обратно. Хорошо. Смотрим далее. Клук волос Эхидны. Тоже, в принципе, в случае чего могу набить, поэтому пятерку оставлю, остальное продам. Так, пилиагарпии. Когда-то мне они были очень нужны, теперь могу их спокойно продавать. Теперь, собственно, в них нужды особо нет. Никакой. Так, призрачная пыль. Довольно дорогая штука, в принципе. Сердце Эндриаги. Уходит туда же. Так, далее. Книжевская вода. Собачье сало просто немерено. Ну, давай 35 штук продадим вообще легко. Не кашляй. Так, Тимирская ржаная. Собственно, забирай почти все. Алхимический порошок. Охренеть, как у меня его много. Тоже 37 штук, пожалуйста. Так, собственно, волокна Хана. Для какого-то крафта они были нужны, поэтому давай вот так тебе немного продадим. Штуку 8 оставим себе. Кальциум, пожалуй, оставим. Алхимическую пасту, я думаю, что можно 10 продать. Она тоже довольно популярна, можно легко ее найти. И цветы в таком количестве мне тоже, наверное, не нужны. Так, ну, в принципе, практически все впарили, да? Что было возможно. Осталась, по сути, уже тут ерунда. Ну, денег вроде как немножко отторговали мы, конечно. Может быть, не столько, сколько хотелось, но тем не менее, что-то мы отбили обратно. Так, это все мероприятие он у нас не берет. Проверяем, не осталось ли там чего-нибудь 30-40 штук. Если нет, то, в принципе, на этом, пожалуй, все. Наши с ним рыночные отношения можно считать успешно законченными. Да, ну что же, отлично. Теперь у нас есть прекрасный с вами травник. До свидания. Я бы сказал прощай. А, я бы сказал до свидания. Жалко, не могу на тебя напасть. Так, ну, я думаю, что самое время встретиться с Енифер. На хиндресфере. То есть пойти по сюрпризной линии дальнейшей. Я думаю, что пора. Хотя, стоп, нет, друзья, не пора. Нас же с вами ждут еще латы. Наш мега эпичный доспех. Вот давайте, пожалуй, тогда, собственно, его и возьмем. Для начала тогда посетим этот квест. Сайд-квест. А потом, собственно, отправимся в лагерь друидов. Оттуда совершим быстрое перемещение. Непосредственно в Велин. Пожалуй, план такой будет тогда. На ближайшее время. Так, давай, Платва. Давай, родная. Я в пермитеатре застрял чуть-чуть. Шевелись. Так, ладно, короче, проще пешком добежать. Тут еще прыгать придется, скакать, видимо. Лучше сразу обойти. Ох ты, мать твою, как ты прыгаешь-то, эпично. Так, хорошо. Что это, мать его, за место вообще? Какая-то, наоборот, во враге где-то, да? Давайте посмотрим вообще, что это такое. Еще для какой-то алтарь кому-то они тут молятся. Лодка тут такая, да, у них тут сделана. Какой-то великой богиня. Возносит мольбы. Ладно, хорошо. А тут у нас друид стоит. Да-да-да, слушаю тебя внимательно. Назвал меня. Ага. К счастью, мать природы не обделила меня голосом. Не то, что других. Видишь ли, один из нас, Эйгель, вдруг они имел. Ни заклятия не помогают, ни эликсиры. Но говорят, голос могут вернуть сильные чувства, переживания. Так что я подумал, может быть, ты... Я, конечно, заплачу. Дам тебе отличнейшую карту для Гвинта. Знаешь, меня не особо интересует Гвинт, но ради опыта, в принципе, почему бы и не. Что мне нужно именно сделать? Так, священный дуб, так понимаю, здесь сверху где-то находится, наверное, да? Шоковая терапия. Ну, давай. А, нет, вот он, смотри-ка. Давай попробуем. Это ты? Молчащий друид? Ты и есть тот самый молчащий друид? Видимо, да. Ну да, глупый вопрос. Что ж, старина, ты меня извини. Возможно, сейчас будет не самое приятное. Когда ты потерял голос? Когда ты потерял голос? Можешь показать на пальцах? Очень приятно с тобой общаться. Окей. Какими способами тебя пытались лечить? Тебе давали какие-нибудь эликсиры? Травы? Мало того, что не мой, он еще и глухой. Ладно, прощай. Вижу, мы не договоримся. Прощай. Разговорами тут, кажется, не поможешь. Ох, блин, друзья. Прошу прощения за телефон. Забыл отключить. Забыл отключить, собственно, вибрацию. Так, ладно, хорошо. Молчащий друид, что же мне с тобой делать-то интересно? Достать меч? Нет, против людей такой меч поможет, пожалуй. Можно, в принципе, тут мероприятие поджечь. Может, его испугает? Ну, не особо. Ладно, тогда пробуем ардом. Не будем уже огнем. Я думаю, что это нехорошая идея. Ага, мы не можем напасть на эту цель. Интересно, что же митра с тобой делает? Тогда посмотрим. Так, ну, в принципе, он спит. Ой. Как мне в нее грохнуть-то, интересно. Я что-то не очень понимаю. Угу. Задание дополнено. Шоковая терапия. Голос тебе, по ходу дела, не вернулся. Да, не помогло. Не помогло. Ладно, прощай. Вижу, мы не договоримся. Прощай. Засуньте этот парень, знаешь, куда, блюдок. Может, если я погашу ему огонь, он что-нибудь скажет? Ну, вообще, все равно, по-моему, на этот огонь. Что поджечь, что погасить. Хорошо. Да, пойдем этот дуб, посмотрим, может, с другой стороны дуба что-то еще есть интересное. Угу. Вот что-то есть точно тут. Осиное гнездо. Может, получится его использовать для шоковой терапии. Попробуем. Ну, сработать-то оно сработало, только вот голосом, по-моему. Да, голос вот только он не установил себе никак. Смотри, я поджигаю огонь и гашу его. Ну, смотри же. Поджигаю и гашу. Вот оно в чем дело. Ну, прости, родной. Три года ни слова, ни единого писка. До сегодня я нарушил обет. Ты доволен? Ну, в целом, да. Прости, меня обманули. Прости, меня обманули. Я думал, что... Слова сочувствия. Исчезни с глаз моих баран. Ну, зачем же так грубо-то, а? Вернуться к друиду, который дал это задание. Вот с тем друидом, пожалуй, мне предстоит грубый разговор. Потому что ни хрена себе он меня обманул. Ну, вот ублюдок. Ну, здравствуй, родной. А это не ты? Неважно. Мне не нравится, когда из меня делают дурака. Не люблю, когда из меня делают дурака. Запомни это. То в следующий раз онемеешь по-настоящему. Так, а есть у вас чем поживиться-то интересным? Каким-нибудь рецептиком крутым или еще чем-то таким, не? Ну, вроде ничего такого особо я здесь не вижу. Какие-то грибы, это что, разрастут. Ладно, карту Йорвит он мне дал. Нафиг она мне даром не нужна, но тем не менее. Так, хорошо, давайте поставим тераметку, пожалуй, на карте мира. На ближайшее перемещение, потому что какая-то нам придется изрядная. Я думаю, что проще, наверное, это делать уже непосредственно поближе к Йенниферам. Потому что 1300 шагов, это что-то как-то перебор. Немного. Прошу прощения. Прошу прощения, да. Это точно. Потом ты так закричал аж. Как-то очень страшно. Так, подожди, подожди. С Келлиги, все верно. Масштаб делаем минимальный. И смотрим, где же нам нужно с Йеннифер, собственно, встретиться. На Хиндерсфиале. Я не помню, было там, не было на Хиндерсфиале. Эдерберг. А хрен его знает, короче, собственно говоря. Ладно, смотрим-то, раздесищем где-нибудь. Так, не то, все не то. Вот оно что. Можем, конечно, с Аутура переместиться, да, по идее. Потому что у нас открыто подводители. Ну, мне кажется, что это неинтересно. Поэтому, пожалуй, поплывем из поселка с этого. Лучше как-нибудь своим ходом. Так гораздо интереснее. На самом деле, с одной стороны, вроде как, дофигатор покупал подводители, деньги тратил, да? Если, блин, все равно в итоге ими не пользуюсь преимуществами. Но, с другой стороны, реально, это как-то слишком уж по-читерски получается. Ни разу там не было на этом острове. И, типа, спокойно, может, туда переместиться. Но как-то, ну, хрен его знает. Лучше уж с плавом на лодочке. Романтика, мать ее. Да, Геральт, ну, о, молодец. Ну, конечно. Почему бы, собственно, сначала не освежиться чуть-чуть, да? Залась, пожалуйста. Спасибо. Так, давай. Поплыли. Ну, плыть, собственно, недалеко. Погода прекрасная. Ни каких эриний или кто там еще может обитать тут, пока я не вижу. То есть, надеюсь, что все будет хорошо и в дальнейшем. Пропал человек. Давайте освежим в памяти немножко этот квест. Что, собственно, про него вообще нам пишут. Так. Пропал человек. Хотя Мышаур был, мягко говоря, не в восторге от своего... Своеволия, Йеннифер и Геральта. В конце концов, они похитили и скринели древнейший артефакт. Он сумел угнять гнев, чтобы помочь в поисках Цири. Именно старый друид связал магический катаклизм с другой трагедией, которая недавно потрясла Скерриги. С уничтожением деревни Лафотен на острове Хиндресфиаль. В обоих местах появлялась дикая охота. А значит, возможно, и Цири. Так. Ну, теперь, собственно, понятно, зачем отправляемся на этот остров. И именно эту деревню как раз нам и нужно. Судя по всему. Ну, они как будут все во льдах, опять-таки. Ну, как, собственно, и всегда. Все, что остается после дикой охоты. Так, а островок-то получается не этот. Островок-то надо дальше какой-то. Это так, фигня. То есть, плыть немножко дальше. Чем я предполагал. Не знаю, может быть, там что-то было ценное. Может быть, стоило поглядеть. Ну, уже ладно, фиг с ним. Так с виду не похоже. Никаких знаков вопросов поблизости нету. Поэтому просто плывем. Ох, нихрена какая там махина, а. Ты посмотри. Вот это офигеть. Прикольно. Интересно, а что они по типу ктулху-то? Есть какие-нибудь гигантские осьминоги, что-нибудь такое? Было бы, наверное, эпично постучать. Ну, хотя здоровый кит тоже, на самом деле, очень эпичен. Особенно, когда он в такой близости непосредственно от меня находится. И есть шанс даже, что он нам своим хвостом лодку поломает. Ну, пока вроде опасность сменовала. Мы его проплыли. Ну, блин, а вот эти гребаные гарпии появились. Точнее, ринии. Мать их. Ну, пробуем просто проплыть мимо. Может быть, получится. Может, нас не заметят. И вроде даже как получилось. Так, я знаю, бы еще где-то лучше причалить. Давайте попробуем вот сюда вот маленький проток, что ли, как его назвать. Проплыть. Хотя, можно, в принципе, наверное, здесь выйти на берег. Особо не заморачиваясь. Так, давай, треем отрумпели. И теперь, собственно, полный вперед. Почему-то тут он не бегает. Давай, геройц. Давай, ледной. Немножко все-таки пришлось промокнуть. Ну, да не беда, ничего страшного. Так, смотрим, что у нас тут со знакомыми вопросами. Если тут поблилось что-то интересное, может быть, до квеста. Ну, вроде как, нет. Ничего подобного тут я не вижу. А значит, собственно, нет. Не надо так делать. Вот так гораздо лучше. Вот это я понимаю. Вот это молодец, Геральт. Доказал всем, что ты способен еще на многое. Так, ну, хорошо. Можно было, конечно, призвать платву на помощь. Но я думаю, что, в принципе, недалеко, поэтому добежим пешочком. Ноги разомнем. А вот и Йеннифер. Ну, что ж, давно не виделись, родная. А впрочем, знаете что? Давайте, пожалуй, начнем уже этот квест со следующей серии. Я думаю, так будет логичнее. Спасибо большое, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки. Не забывайте про комментарии. Ну, и, собственно, до новых встреч, друзья. Пока-пока. Пока-пока.